Good afternoon, boys and girls. Who is on duty today? What is the weather like today? And what day is today? Ответы на эти вопросы точно знает каждый ученик школы. А вот о том, чтобы свободно говорить на английском о компьютерных играх, спорте или личных отношениях, многие могут только мечтать. Сегодня мы продолжим обсуждение горячей темы, как поставить школьникам разговорную речь. В прошлом выпуске Таня Ершова говорила о том, как важен личный пример преподавателя. Действительно, если вы сами по-английски не говорите, не заговорят и ваши ученики. И у меня есть что добавить по этому поводу. Итак, фирменные приемы, которые точно работают. Школьники любят, когда учитель открывается из нерабочей стороны. Еще чайку принеси, пожалуйста. Сейчас я допью. А что здесь делает весь 10-й Б? Не обязательно посвящать их в тайной личной жизни. Расскажите, главное на английском, какой захватывающий фильм вы посмотрели недавно в оригинале, а с учениками организуйте дискуссию о проблеме, затронутой в фильме. Как Железный Человек будет Халка побеждать. Процитируйте шутку вашего любимого персонажа популярного ситкома и разберитесь в игре слов. Посвятите урок работе с короткометражками, которые отличаются захватывающим сюжетом и стремительным развитием событий. Ученики не только получат массу впечатлений просмотра, обогатят словарный запас, но и смогут обсудить увиденное на живом английском языке. Главное помнить про все этапы работы с видео. Первое. Lead in. Задайте вопросы, которые заинтересуют учеников в проблеме видео. Второе. Снятие языковых трудностей. Дайте объяснение или перевод незнакомых ключевых слов из видео на карточках или слайде. Три. Задание после. Например, ответ на подготовленные преподавателем вопросы. Дискуссия на тему, связанную с сюжетом фильма. В качестве домашнего задания можно дать эссе для уровня постарше. И творческое задание. Например, нарисовать афишу для мультфильма для малышей. Таня из российского учебника рассказала, как важно контролировать teachers' talk in time. А я, вслед за Скотт Тернбери, предлагаю контролировать время говорения учеников. Предложите проверить, как долго ваши ученики смогут говорить только на английском, без использования русского языка. Установите таймер. Как только кто-то перешел на русский, остановите таймер и зафиксируйте время на доске. На следующем уроке предложите побить предыдущий рекорд. Так они и с урока уходить не захотят. Другое задание, мотивирующее к говорению. Это 3-2-1 Speaking Activity от Paul Nation. Разделите учащихся на две команды. Посадите команды друг напротив друга. Раздайте одной команде карточками с темами для монолога. И дайте время на подготовку. Засеките 3 минуты и дайте старт говорению. По истечении 3 минут один ряд сдвигается на одного человека вправо или влево. И те же самые ученики говорят на ту же самую тему, но уже с другим собеседником и... 2 минуты. Действие повторяется. И следующий отрезок времени для говорения уже 1 минута. После ряды меняются ролями. Задание можно модернизировать в зависимости от уровня ваших учеников. Предлагать новые темы, менять время для говорения. Главное помнить о неотъемлемых элементах устного высказывания. Введении, основной части и заключения. Роу-плейс. Знакомые нам с детства. Хочется верить, что кому-то они пригодились. Может быть в одной из параллельных вселенных Толя и Сюзан действительно встретились и жили долго и счастливо. Но мы не в этой вселенной. Но гораздо полезнее научить школьников узнавать и показывать дорогу, бронировать столик в кафе или даже номер в гостинице. Предложите попробовать забронировать номер в отеле через известный сайт. Главное выбрать бесплатную отмену. Но не просто кликнув на пару кнопок, а написав письмо с запросом дополнительной информации. Еще лучше, если особенно смелые, позвонят через скайп или ватсап и whatever и выяснят все необходимое устно. Если возможности нет, ролл-плей на заданную тему в паре тоже рабочий вариант. Популярный метод обучения, который помимо прочих преимуществ отлично прокачивает навык устной речи. Неважно, короткий или долгосрочный проект вы предложите ученикам. Главное, подобрать материалы для работы, которые будут соответствовать задаче и уровню ваших учеников. Если уровень студентов выше среднего, вы можете предложить попробовать обсуждать проект на английском языке. Будь то индивидуальная работа или групповая, продукт необходимо презентовать. Лайфхак. Попросить учеников не читать по бумажке, а рассказывать о результатах работы. Если школьники подготовят групповой проект, ну, например, обзор самых английских овсяных каш, или план экскурсии по родному городу, проследите, чтобы слово досталось каждому ученику. Слушатели пусть тоже без дела не сидят и подготовят от трех до пяти вопросов для выступающих. А как вы прокачиваете разговорную речь учеников? Делитесь где? В комментариях. Подписывайтесь на наш канал Sky Teach, а также на канал наших партнеров «Российский учебник», чтобы всегда получать только «Best for Teachers». В следующих видео мы с Таней Ершовой расскажем вам о том, как научить ребенка читать в оригинале, расскажем обо всяких методических уловках и покажем примеры книг. Оставайтесь с нами. Субтитры сделал DimaTorzok